Последняя неделя первого акта подходит к концу. 16 июля в Destiny 2 откроется продолжение сюжетной линии эпизода Эхо и станет доступна сразу вся квестовая цепочка всего акта. Больше никакого размазывания контента на несколько недель. Не надо ждать от ресета к ресету обновлений и нудных диалогов в шлеме. Есть время, сели с ресетом и прошли хоть весь сюжет второго акта. Об этом рассказали разработчики на своем стриме вчера. О чем еще? Давай смотреть вместе. Я постарался уместить все самое интересное и важное в этот небольшой ролик. Так что буду рад, если поставишь лайк. Кстати, стрим был приурочен еще к благотворительному марафону, в котором можно было за донаты получить новую коллекционную эмблему «Графитовые грезы». Я решил, что было бы здорово разыграть такую среди своих подписчиков. Так что, если хочешь получить ее, убедись, что подписан на мой канал и на мой телеграм. Счастливого владателя этих почеркушек я выберу уже 16 июля. Итак, из новой инфы, как я уже сказал, во втором акте разработчики планируют фактически отменить таймгейт между сюжетными квестами, которые обычно появляются еженедельно. Теперь все будет открыто сразу. Так вот, то же самое будет касаться и третьего акта, и всех следующих эпизодов. На мой взгляд, это уже больше тянет на хоть сколько-то заметное отличие сезонов от этих самых эпизодов. Это как бы устраняет проблему с ограничением игроков на время прохождения. Но, конечно, в каждом акте по-прежнему будет ограниченное количество сюжетного контента, и его кульминация так или иначе будет наступать в третьем акте каждого эпизода, и его нужно будет все равно так или иначе ждать в паузе на пару недель. Потом разработчики сказали, а теперь мы показываем новую активность, которая станет доступна во втором акте. И показали новые поля сражений на Нессе. Новая активность. Два поля сражения будет доступна сразу же, а позже откроются еще другие. Ничего интересного об этих полях сказать не могу. Типичная сезонная активность, которую нужно будет фармить, чтобы прокачивать ранги, открывать бонусы в шлеме. Мы такие видим в игре уже года 3-4. Разве что преобразованный Несс выглядит симпатично, хотя меня это все равно не заставит фармить поля сражений. Если вас тоже отталкивает такой однообразный фарм, то можете попросить помощи у сервиса Двинг. Они уже много лет помогают стражам сэкономить время и нервы на фарме и прохождении сложных активностей. Благодаря обновленным опциям сервиса, вам больше нет необходимости передавать свои данные. Сотрудники Двинг помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Любой контент нового дополнения финальной формы может быть пройден вместе с вами. Цены там стали ниже и доступнее, а по предоставленному промокоду TripleVibe вы получите специальную скидку в 15% на все услуги. И еще, в связи с большим количеством заказов, сервис открыл недавно набор новых сильных игроков, готовых помогать другим с активностями в Дестине 2. Так что если вы опытный игрок и хотите присоединиться к команде Двинг, напишите им. Ссылку на сайт и контакты оставлю в описании. Из страшного. Разработчики сказали о том, что кошмарные юниты вексов, виверны, теперь научатся телепортироваться и уворачиваться от наших атак в додже. То есть раньше они прыгали на нас, спамили выстрелами, перли на нас как шагоходы, а теперь еще и телепортироваться начнут. Блестящая идея. Очень нравится. Ставь лайк, если хочешь, чтобы виверны еще научились летать и создавали копии себя как одержимые. Новое оружие, о котором мы уже знали и ждали, когда его нам дадут пощупать, тоже показали. Я говорю в первую очередь о новом солнечном пистолете на ракетной раме. Это мы точно будем фармить и использовать. Пистолеты подобного архетипа плотно закрепились в мете ПВЕ активностей, так что нет сомнений, что и пистолет девиантное поведение будет часто использоваться. Особенно с таким-то выбором перков. Ну, ждем анонса пустотного и стазисного пистолета на ракетной раме. Еще показали импульсную винтовку с электрическим уроном. Коррозия. Ничего по ней пока так однозначно не могу сказать, как о пистолете. Ну вот, например, перк электрозаряд на ней тоже можно получить, что неплохо, учитывая недавний баф всех импульсных винтовок в ПВЕ. Это вполне может кого-то заинтересовать, на мой взгляд. Ну и реюзнутый дробовик Сейнта. Идеальный парадокс тоже показали. Я не был фанатом этого дробовика никогда, но вот набор перков на ваш суд выглядит потенциально интересно. Так что думаю, дробовички и корточники в ПВП будут довольны. Также рассказали о новых артефактных модах, которым мы получим доступ во время второго акта. Дополнительный ряд модов будет в основном сосредоточен на улучшении игры со снайперскими винтовками. Антибарьерные снайперки для пробивания щитов, мод, снижающий энергоемкость всех модификаторов сборщик боеприпасов, мод, поджигающий цели при нанесении им урона в крит со снайперок солнечного типа урона. Привет, вечная охота. Мод, улучшающий урон на поджоге и радиус взрыва пораженных противников. Такой был, кажется, в прошлом сезоне. И как вишенка, мод, медитация снайпера. Попадание снайперской винтовки отдадут суммирующиеся бонусы стабильности, урона и скорости перезарядки снайперской винтовки на короткое время. Попадание снайперской винтовки из третьего слота, то есть тяжелой, считаются больше, чем заодно. В общем, со второго акта расчехляем снайперские винтовки, особенно вечную охоту и шепот червя. Так что, если вы до сих пор не выбили эти экзоты, самое время успеть за эту неделю и подготовиться к мете снайперов. Еще пообещали бафнуть все винтовки разведчика от Текс.Механика, то есть, например, Историю Мертвеца и ее легендарные копии, типа Пророка или Длинной Руки. Они получат ПВЕ баф около 30%. Также будет мощный баф для экзотического револьвера Клятва Эрианы. Он будет наносить на 67% больше урона против барьерных щитов. Короче, будем почти ваншотать. И еще, раз мы будем играть много со снайперками, банджи уменьшают дрожание прицела при попадании по вам на снайперских винтовках в ПВЕ. Что, я думаю, упростит игру многим стражам, особенно на геймпадах. Учитывая все эти разговоры об оружии из второго акта эпизода Эхо, многие игроки начали задумываться о том, можно ли как-то подготовиться к релизу, чтобы засолить опыт, заспидранить награды, разблокировать моды и так далее. Я не сказал бы, что это имеет смысл. Контент эпизодов закрывается просто и органично, для тех, кто даже в него толком не играет. Вот, например, у меня накопились анграмы у нейроматрицы, хотя я не играл в сезонной активности. Так что максимум я бы советовал придержать те анграмы Эхо, что у вас уже есть, до ресета, чтобы потом получить сразу новый пистолет на ракетной раме или другое оружие, о котором я рассказал. Еще на стриме показали новую броню ивента Солнцестояния, который пройдет в течение второго акта. Лично я никогда не испытывал особого восторга от брони Солнцестояния, да и сами такие регулярные ивенты меня уже утомили, потому что не менялись никак. Но если вам нравится облик брони, будьте готовы формить ивент. Надеюсь, что-то в нем все же сделают интересное. Если не путаю, он должен начаться в первых числах августа. На этом у меня все. Напиши в комментариях, ждешь или нет новый акт, и не забудь подписаться на канал, чтобы выиграть эмблему. Удачи! Самый лучший из лучших, сэр. Отличник! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok